78 лет назад бойцы Красной Армии разбили фашистов, оккупировавших наш край. И 9 октября с тех пор стало Днём Кубанской Победы. Чем дальше от нас это историческое событие, тем дороже память об этом подвиге для всех наследников-победителей. Тех, кто участвовал в славных сражениях за освобождение края от захватчиков. К Краевому Дню Победы в фойе городского Дома культуры славянские поисковики развернули свою экспозицию. Чего здесь только не было. Солдатские гимнастёрки, украшенные наградами, знаменитые винтовки, трёхлинейки, автоматы, а также снаряды, мины и гранаты нашей трофейной, походные котелки и фляжки, пробитые пулями и осколками, полевые телефоны, керосиновые лампы, фонари и другие предметы нехитрого быта воинов. Все эти экспонаты были на полях былых сражений, найдены поисковиками, и они всегда готовы рассказать о каждом предмете ребятам, интересующимся историей. Всё это помогает молодёжи ярко представить себе, в каких условиях выковывалась победа. Самое главное – память о подвиге жива. И сегодня мы вспоминаем имена героев, имена тех, кто пал в боях за освобождение нашей малой родины, тех, кто своим подвигом доказал, что наша страна – это та страна, в которую просто так зайти и взять её нельзя. Мы чтим память наших ветеранов. К сожалению, они уже уходят, их остаётся всё меньше. И для нас это вдвое большая честь и ответственность – сохранить их имена на долгие годы. И я очень рад, что сегодня в этом зале присутствуют члены военно-патриотических клубов, общественных организаций, чьим долгом и ответственностью является сохранить историю нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Нелёгкой ценой досталась нам победа над немецко-фашистскими захватчиками. Тысячи солдат и офицеров сложили свои головы в ожесточённых сражениях. Об этом нужно помнить и говорить. Тысячи побегли на поля сражений, отдали свою жизнь за мирное небо, за победу, за то, что мы могли сегодня здесь находиться, учиться, работать, растить детей. И я сегодня смотрю в лица тех присутствующих, которые в зале находятся, и скажу – никто не победит нашу Россию. Подрастающее поколение принимает эстафету памяти от своих отцов и дедов с тем, чтобы высоко нести знамя патриотизма. Мы, подрастающее поколение, не знаем ужасов войны, но глубоко уважаем и чтим подвиг тех солдат, которые в кровополитных боях отстояли нашу родную землю. Подвиг тех, кто выносил с этого кошмара раненых. Мы чтим подвиг женщин и детей, что в глубоком дылу, взвалив на свои хрупкие и неокрепшие плечи, всю тяжесть труда и лишений, неустанно приближая день победы. Вступая в ряды юноармейцев, ребята торжественно клянутся быть достойными продолжателями дела солдат победы. Вступая в ряды юноармии, перед лицом своих товарищей торжественно клянемся. Всегда быть верным своему отечеству и юноармейскому братству. Клянемся! Соблюдать устав юноармии, быть честным юноармейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Клянемся! Всегда быть защитником слабым, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Клянемся! Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Клянемся! В торжественной обстановке, вступившем в ряды юноармии, были вручены книжки юноармейцев и значки. Эти ребята стали правофланговыми среди патриотической молодежи. Атмосферу праздника во многом создали победители и участники конкурса героико-патриотической песни «Пою моё Отечество», которые выступили со своими номерами. Солдаты в ростных лет, вы были словно птицы, мечтали победить, лететь домой. Теперь ваш дом родной, храни души частицу, героя оболённого войной. Затем лучшие исполнители были награждены дипломами. Эстафета подвига достойно продолжается юными славянцами, которые прекрасно помнят, кто принёс нам эту великую победу и кому мы обязаны мирным небом над головой. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».